Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своём канале «Вкусно просто быстро!». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом нежнейшего и фантастически вкусного торта «Трифальдино». Толь приготовленный из тонких шоколадных рожей, сливочно-сырного крема на белом шоколаде и вкуснейшей малиновой начинки. Это отличный рецепт торта, когда нужно приготовить вкусный и красивый торт к праздничному столу и не хочется включать духовку. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 7,5 см и весом 2,150 кг. Давайте приготовим! Начнём приготовление с малинового конфи. Для малинового конфи можно использовать как свежую, так и замороженную малину. У меня малина замороженная. Пюрируем малину в блендере и протираем через сито, чтобы удалить семечки. Для приготовления малинового конфи нам понадобится 270 г малинового пюре без косточек. Чтобы приготовить такое количество малинового пюре, надо 320-330 г малины. Смешайте вместе 60 г в 1-3 столовой ложки без вверха сахара и 15 г или 1 полную столовую ложку кукурузного крахмала. Добавляем сахар с крахмалом к малиновому пюре, перемешиваем до образования однородной массы и ставим вариться на плиту. Варим на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой до закипания. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и на маленьком огне провариваем массу в течение 1 минуты. Малиновая масса должна стать густой. Снимаем с огня, переливаем в чистую сухую чашу, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Приготовим шоколадные коржи. В чашу просеем 140 г или 7 столовых ложек без вверха пшеничной муки, 30 г или 3 столовые ложки без вверха какао. Добавляем 80 г или 4 столовые ложки без вверха сахара. На кончике чайной ложки соли, 7 г или 1 чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 270 г или миллилитров молока комнатной температуры, 60 г или 6 столовых ложек растительного масла, 2 яйца. Перемешиваем до образования однородной массы. Добавляем 12 г или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем. Реакция уксуса должна полностью превратиться. По желанию, 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Вот такое получается тесто. Оно легко стекает с лопатки. Жарим коржи на заранее хорошо разогретой сковороде на умеренном огне. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Выливаем тесто на сковороду, проворачиваем сковороду так, чтобы тесто равномерно распределилось по сковороде. И обжариваем корж с одной стороны примерно 1-2 минуты. Переворачиваем и обжариваем со второй стороны секунд 15-20. Снимаем все сковороды, оставляем остывать и таким образом жарим все наши коржи. Из данного количества теста я выпекаю 8 коржей диаметром 20 см. Если вы будете выпекать коржи на сковороде большего диаметра, то они у вас будут тонкими, как блинчики. А коржи должны иметь пышную структуру. Если вы хотите испечь торт большего диаметра, то увеличьте количество ингредиентов под диаметр вашей сковороды. С краев коржи более тонкие и немного неровные. Поэтому остывшие коржи я обрезаю по крышке диаметром 19 см. Обрезанные кусочки оставляем, позже мы их замельчим в крошку и обсыплем крошкой бока торта. Итого для приготовления торта у нас должно получиться 8 шоколадных коржей диаметром 19 см. Приготовим крем. Короткими импульсами по 10 секунд растопим на кровавовой печи 200 г измельченного белого шоколада. Вы можете использовать любой белый шоколад, который вы любите, с содержанием какао 25-27%. Минимальное содержание какао должно быть не меньше 20%. Перемешиваем шоколад до однородного состояния и оставляем на столе. В 400 г творожного сыра добавляем 30 г или 1,5 ст. л. безверха сахара, 20 г или 4 ч. л. ванильного сахара и 100 г сметаны с жирностью 20%. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом. Перемешиваем на умеренных оборотах миксера до получения однородной массы. Добавляем 400 г охлажденных сливок с жирностью 30-35%. Взбиваем на умеренных оборотах миксера до однородного и воздушного состояния. Добавляем ранее растопленный белый шоколад и на умеренных оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Взбивать не надо. Соберем крем со стенок и перемешаем по дну. Вот такой крем получается. Он очень нежный и воздушный, в охлажденном виде отлично держит форму. Отложите 2 десертные ложки крема. Этим кремом мы в конце обмажем пока торта. А пока уберите его в холодильник. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Делим крем на 7 частей и покрываем корж одной седьмой частью крема. Если нет весов, то это примерно 3 столовыми ложками крема. Малиновое конфи перемешиваем. Вот такое оно получается. Мягкое, нежное, очень вкусное, не растекается. В охлажденном торте отлично держит форму. Делим визуально конфи на 4 части и при помощи кондитерского мешка распределяем 1 четвертую часть малинового конфи по крему. Конфи не разравниваем, как нанесли, так и оставляем. На конфи выкладываем второй корж и слегка его придавливаем. Корж равномерно покрываем одной седьмой частью крема. Крем накрываем третьим коржом, корж слегка придавливаем. Корж покрываем кремом и по крему распределяем малиновое конфи. Таким образом, чередуя слои, формируем весь торт. Итого, торт будет состоять из 8 шоколадных коржей, 7 слоев крема и 4 слоев малинового конфи. Малиновое конфи выкладываем на крем через ряд. Последний восьмой корж выкладываем на малиновое конфи верхней стороной вниз. Накрываем торт, из чего пленка убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт покроем шоколадной глазурью. В глазури нагрейте до горячего состояния. Кипятить не надо 70 граммов или миллилитров сливок жирностью 10% и 30 граммов сливочного масла. Горячие сливки высыпаем 100 граммов измельченного темного шоколада с содержанием какао 50-55%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт сливками. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Заливаем глазурью торт сверху и равномерно ее распределяем по поверхности. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно хатнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник примерно на 30 минут, чтобы глазурь застыла. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от кольца и ацетатной пленки. Неровный край глазури можно аккуратно сгладить столовым ножом. Обмазываем бак от торта ранее отложенным кремом. Обрезанный кусочек от коржей измельчаем в блендере в крошку и обсыпаем крошкой бока торта. Торт получается сочным и пропитанным, в меру сладким, с приятной малиновой кислинкой. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!